Котники, открыть шторки на иллюминаторах. За стекло прям небезопасно здесь. Парни, привет вам из Азартова Краснодара. Так, друзья, у нас, собственно говоря, концовка матча Эвертон-Наполи. Сидушечки тоже модные. Не скажу, что они моднее наших, спартаковских, но тоже хорошие. Краснодар! Вперёд, Партак! Вперёд, Партак! Вперёд, Партак! Сужен, бильдик, подожди. Буквально 15 секунд. Нет, мы не будем ничего. Друзья, как вы уже поняли, мы сейчас летаем домой из Краснодара. Поезд прошел замечательно, но исключение, конечно, до финального результата. Многие из вас выкладывают фотографии стадиона. Действительно, стадион очень классный. Поддержка команды, она очень хорошая. Мы сейчас вам всё это обязательно покажем. Ну и в этом выпуске будет, естественно, поездная атмосфера. Всё, едем в Краснодара. У меня две задачи, чтобы Спартак победил, и чтобы паук мне проставился. Ещё мы замутили модную футболку в магазине Фрадри. У меня вот такая тема. Спасибо магазину Фрадри. Да, за чёткие подгоны. Всё, идём на самолёт, садимся и гоним. Мы летели в Краснодар, немного устали, конечно. Потому что время уже с ним вечера, и сейчас поедем поселяться на гостинице и дальше гулять по городу. Смотрите нас дальше. Ну, ребят, чего вы тут? Чего никто ничего не говорит? Ребят, адвардар! Барни, привет вам из азартного Краснодара. Казино закрыто, но мы нашли чем поиграть. По соточке с моим колесом Антоха и Маженцем на победу в бильярде. Все, многие, слышали про карманы и бильярд, так это не то, о чём вы думали. Первый удар. Нам удалось. Буквально за несколько часов до футбола нам удалось попасть на стадион. И посмотреть, как это всё происходит до матча. Вообще, походить по стадиону. Посмотреть то, как построили такой замечательный стадион, как Краснодар. Как какой-то колизей. То есть, можно сказать, что-то спартаковское присутствует в этом стадионе. Ещё одна из особенностей этого стадиона, то, что облицовка, это настоящий камень. И камень был взят, по слухам, то ли от колизея, но как минимум этот камень был привезён. И это какой-то такой вот... Камень, камень. Не пластмасса. Если снаружи она похожа на колизей, то внутри первое ощущение, что это какой-то конструктор лего. Ну, кстати, ребята сейчас готовятся к матчу, как и у нас. А вот раскладывают модуль. Я так понимаю, это трибуна Краснодара здесь. В стадион вложилось много не только денег, но и души. Табло это вообще отдельная история. Табло ещё расскажу. Табло это похороны. Да, вот. Здесь вот мы видим, ребята модули подготовили. Нормальный размер. Могу сказать, как человек, занимающийся перформансами, размер достойный. Смотрите, ещё, кстати, одна из особенностей стадиона Краснодара, что здесь нету никаких ограждений. Раз, два, три, четыре метра. Идут медиаборты. И всё. Нет никаких сеток, нет никаких рвов. Есть вот, наверное, ловушка, капкан. Там можно вот так вот, оп, спаснуться. Но, с другой стороны, всё-таки оголтелые могут найтись, которые побегут. Но, я думаю, для этого здесь будут присутствовать те, кто смотрит за безопасностью стадиона. Здорово, здорово у вас. Чемпионы! Это победа, парни. И так будет сказано. Сколько поднял, Василий? 100 рублей. Здорово. Всем за 100 рублей всех налью. Проводим турнир по FIFA раньше, чем было запланировано. Александр, а готовы дать какой-то комментарий перед игрой? Бля, это я его выебил. Он меня выебит, вы слышали? Смотрите финальный счёт и посмотрим, кто кого выебит. У нас вторая-вторая уже азартная тема пошла. Наш оператор Сергей. Сергей. Играю с нашим товарищем Александром. Вот. Я не знаю, были ли сделаны ставки на это событие. Но я вообще не играю ни во что просто так. Короче, вы, парни, у нас 45-й минут, заканчивается первый тайм. По интересным моментам игра напоминает, наверное, матч в Тонь-Урал. Совершенно ничего второй тайм не внёс интересного в игру. По-прежнему у нас 0-0, практически безопасных моментов. Ясно, игра в центре поля. Надеюсь, что мой товарищ Филипп Кудрявков смотрит эту трансляцию. И поможет мне в моей карьере в поле у комментатора, к которому я однажды рано или поздно приду, конечно. Так, друзья, у нас, собственно говоря, концовка матча Эвертон-Наполи. Кто пропустил первую часть матча, не пропустил совершенно ничего. Бильярд был гораздо интереснее, карман. Да и любой карманный бильярд любого, блядь, 14-летнего пацана интереснее, чем это вязкое говно. Вот это прикольчик, блядь! Всё! 1-0. Кучер-чемпион. Обращаемся в родную, привычную там атмосферу. Железные решётки, сетка. Если мы, например, расположимся здесь, можно сесть на такую пику, острую. Ну, все. Ну, ты намекаешь, что ты будешь внизу, всё-таки, да? Я думаю, да, потому что... А я думаю, нет. Я всё-таки думаю, что это будет как-то вот так происходить. Слушай, так вообще моднейший выглядит, пап. Вот так и готовится. Основная особенность, да, основная вот крутость этого стадиона – это медийное табло, которое сделано по всему стадиону такой волной. Посмотрели стадион, посмотрели, как готовятся. Сейчас встретили ребят, которые, собственно, занимаются поддержкой, организацией поддержкой. Георгий – специалист по работе с болельщиками футбольного клуба «Краснодар». Я – Аркадий, я один из фанатов футбольного клуба «Краснодар». Сколько самой движухи «Краснодара» по сути лет? Ну, я думаю, около пяти лет. Ну, где-то, да, пять лет. Как это всё началось? Это вот с чего вообще началась движуха «Краснодара»? Она была, по сути, сначала маленькая, когда ещё в первом дивизионе играли. Потом, когда уже вышли в РФПЛ, уже как-то люди начинали узнавать, что это за клуб, начинали понимать, что это за клуб, знали, что может быть. Народу начинают приходить, учитывая тот результат, который даёт «Краснодар». Да, я думаю, пройдёт два, три, четыре, может быть, пять лет, это максимум, я ставлю пять лет. Если через пять лет будет жив проект «Дневник фаната», мы обязательно эти мои кадры вставим. Ребят, видели, да, что готовите перформанс, так как у нас выпуск выходит после матча, можете пару слов рассказать, что подготовили? Подготовили модульное шоу, то есть, как бы, на весь стадион, за исключением Северной трибуны. Первое ваше такое масштабное? Это, да, это первое масштабное, это первое модульное шоу, которое мы пытаемся делать. И вообще, первый масштабный перформанс, вот, чтобы на весь стадион. Ребята, спасибо огромное, спасибо вам за экскурсию, спасибо, что показали. Вам удачи в развитии. Спасибо, Иван. Сегодняшний матч, я лично думаю, что будет ничья. Не потому, что с парнями хорошо общаемся, а потому, что много фактов. Красно-белый, красно-белый, красно-белый навсегда. Русские вперед! Русские вперед! Вперед, подросток! Вперед, подросток! Вперед, подросток! Вперед, подставай! Запускай! 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 В нужный момент, а это именно выход! Смотри сейчас, что будет. Вы приехали, что победить! Как что победить? Как что победить? Поехали! 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 О-о-о! 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 О-о! 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 О-о!